Студенты с флагами своих кафедр собираются у импровизированной сцены. Многие признаются, учиться в Самарский технический университет пошли, вдохновившись примером известных выпускников – Виктора Черномырдина и Рема Вяхерева. Памятные доски на стенах вуза будут хорошим стимулом к учебе. Это гордость за наш университет. Будут люди смотреть, проходить мимо, и стимул такой будет учиться, чтобы стать такими же людьми. Стоявший у истоков создание крупнейшего в России газового концерна «Ремляхерев» Куйбышевский индустриальный институт, так назывался тогда технический университет, окончил в 1956 году. Через 10 лет его выпускником стал Виктор Черномырдин. Губернатор Николай Меркушкин, который был знаком и с тем и с другим, вспоминает, как вместе решали непростые вопросы. Я вспоминаю, когда в 1987 году я был у него в кабинете, он меня сразу принял, только я подошел, как человека с глубинки, приехавшего в Москву, решать проблемы газификации. Может быть, надо было годами ходить по коридорам власти, а Виктор Степанович в течение 15 минут понял, тут же вник, понял и принял решение. В Самару приехали близкие родственники Рема Вяхерева и Виктора Черномырдина. Они отметили, Куйбышевский институт стал отправной точкой в карьере этих государственных деятелей. В стране много существует университетов, все замечательные, тут выходят прекрасные наши россияне, но именно, наверное, место вот этого Самара более 100 лет готовит кадры в наше народное хозяйство. Мы чтим наши традиции, без прошлого нет настоящего, без настоящего нет будущего, а вы – это наше будущее, будущее нашего университета, Самары и всей России. Мемориальные доски установили рядом с первым в стране памятником российскому инженеру, его открыли еще в прошлом году. Марина Кравцова, Артем Слайманов, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова